Субтитры создавал DimaTorzok Приветствую! Привет! Я долго ехал на самом деле, я все соскучился. Люди уже удачно спрашивают одеты, парень из Испании там все потерял себе. Потерялся, да. Я устал в горы заехать еще, в Непал, после этого. Я тебя спешу огрузил, а ты что сюда? А, тут у тебя шлем, блин. Шлем тяжелый. Шлем тяжелый. Понятно, блин. Мы при вас коробку только что раскрываем, и вот так мы все как есть. Это что такое? А, это когда с тобой уже всякие фигни было много, багажники всякие там. Это чехольчик. Опа. Он, кстати, пригодился. Так. Начал с самого главного. Я просто смотрю, естественно, понял так. Есть еще одна. Это портвишок. Испанский, да? Нет, португальский. Португальский? Да, португальский. Это чтобы ты сильно на меня не ругался за то, что я сделал. Так, а вот это что? Это чтобы портвишок не разбился? Да, да, да. Это чтобы на самом деле... А тут откуда? Из нашего декатлона? Нет, не из нашего. Какого? Да. А там что интересно? Целая коробка для шестигранников? Слушай, а я не помню что-то. На самом деле я приехал из Испании и не доставал велосипед, не было времени. Ты его по 10 часам привез? Покрышка? Покрышка на 10, там 2. Ну, самое главное, портвейн достали. Главное, не разбился. Портвейн достали, да. Вот так. Собирал я велосипед на коленке, сразу скажу, в номере. Собирал или разбирал? Ой, собирал в поездку. Ты оттуда прилетел? Нет, когда я туда прилетел, все было прекрасно. Я его быстро, в принципе, собрал, без каких-то проблем. А когда вот улетал, было непросто в качестве все собрать, но... Мне волновался, когда ты прилетел, ты вот все нормально собрал, и он прям велик поехал, да? Да. А вариантов не было не поехать, потому что я собирал его на ЖД-станции. А, там у тебя был какой-то движ, да, то есть он сесть на поезд еще, да, после самолета сразу? То есть там вариантов не поехать не было, да? Нет. Понятно. Я приехал на поезде в место, где должен был ночевать уже поздно, на закате и быстро под фонарем все собирал. В принципе, все прекрасно. Вот это, конечно, ты... Это косяк, я знаю. Это залет просто. Это залет. Это да. Роторы стоят дороже, чем перелет. Знаешь, да? А ты открутить их не пробовал? Слушай, ну, честно говоря, хотел их открутить, но мне не было времени. Я не успел открутить. Ну, тебе враги нападали, да? Да. Интересно, на скидку ходит более-менее ровно. Но чем-то заляпанный, скотчем каким-то. Скотчем, да. Это да, это надо сейчас все будет... По-нову перебирать. А покрышки у тебя модные просто. Покрышки модные, да. Вот такой ширины. Это, я так понимаю, последние этапы пошли, да? Да, это когда я проехал уже весь рельеф и понял, что грунта у меня не будет, и я переобулся. Ага. То есть это уже на плоскочем было? Ну, последние 500 километров, по-моему, 400. Швальба, марафон. Да. То есть, перформанс, лайн и так далее. Покрышки модные, 26-125. Как тебе швальба? Катя? Катя. Хорошо. Сколько ты на швальбах проехал? Ну, километров 500, наверное, 400-500. Закатил, да, в конце? Закатил. Прекрасно, да. Так. А, ты вилку снял. О, как ты по-хитрому сделал. А вот эти вот мои советы по поводу того, что ты ее сдуть и все с охотой пренебречься. Хотя это очень элементарно. Роторы, понимаете? Вилку-то можно спустить. Можно, да. Вот. Ну, ладно. Вы, когда смотрите такие ролики, вы запоминаете советы. Вот. Я вам советую спускать вилку, потому что в противном случае можно закоться на дировку. Вот эта пленочка сверху. Прямо то, что она типа мягкая, она может не спасти вас. От нещадных всяких коцов. Ну, прикольно. Она даже целая доехала. Так. Больше всего я беспокоюсь по поводу рамы. Главное, чтобы рама была целой. Я больше по поводу юнки беспокоюсь. Поехали дальше. Самое интересное это вот эта часть. Подожди, до того в коробке что-то осталось. Нет. Как нет? Ты все-таки велик вообще по частям вез. Где-то, наверное, должны быть чемоданы или что? Чемоданы, да, я выложил. Потому что... Где подстильный штык? Потерял, а? В машине, что ли? В машине. В машине. Блин, кстати, подсидел бы и интересно смотреть. Блин, где он вообще? Я такой, сдали руки, сидели на штык. Ты приехал. Из далекой Испании. Так. Итак, вот байк. Почему-то весь скотч в какой-то черной фигне. Ну, это смазка. Смазывал скотч? Смазывал скотч, естественно. Как ты меня и учил. Ты не скотч смазывал, ты весь велик смазывал. Вместе с рамой. Давай густо накладывал. Да, да, да. В том нещадном ролике. Ну, так пока не ясно вроде. Вроде целый, это же успех. Он уже прочный и надежный. А, еще косяк. Знаешь, в чем был? Потому что у меня был перегруз, мне прямо перед вылетом в аэропорту пришлось все перебирать, вставать много оттуда. Ты оттуда летел или обратно? Обратно, обратно. Я волновался, что то, как я его паковал, а потом быстро перебрал, там где-то что-то соприкоснется, продавит, проломит раму или еще что-то случится. Вот. Ну, вроде все нормально. Ну, ладно. То есть по прилету ты, в принципе, нормально справился с задачей собрать велосипед и велосипед поехал. Да. Ну, там вообще проблем никаких не было. Я потратил, я даже примерно помню, что где-то час двадцать на то, чтобы собрать. Вот так вот. Тяжелее всего мне было прикрутить задний переклюк. Он у меня с первого раза не встал нормально. Он достаточно туго прикручен, то есть его нужно. И я не знал, в каком положении он должен находиться, а варианты были. Варианты были? Да. А у меня были варианты, да? У меня были варианты. Я нашел варианты. Вот. Но в итоге он встал, все, в принципе, сразу стало переключаться отлично, что меня удивило. Мне тоже это удивило, что ты обратно прикрутишь и все заработаешь. Потому что я догадался, что у тебя будут варианты. Сколько километров проехать? В итоге у меня получилось полторы тысячи проехать с набором 18600. То есть ты взял Виля, который ты, в принципе, не можешь только обкатал в горле. Не умея его собирать, ты собрал и полторы тысячи вот так вот, да? Да. Слушай, ну полторы тысячи на самом деле это не было сложностью. Сложностью стал набор. То есть каждый день я набирал по тысяче. И это, конечно... Было весело, да? Это было весело. Какой набор высоты был? Ну общий 18600 на полторы тысячи. Полторы тысячи. То есть 100 километров это больше километра набора? Да. Каждую сотню. То есть у меня в принципе... Притом, что подожди. Мы там видели репортажи эти, где ты стоишь на этом... Под будучкой от палящего солнца, спрячешься там. То есть там уже последние сотни были плоскачки? Да. Последние три сотни, по-моему, вообще были с минимальным. Ну вдоль берега? Нет, они как раз не вдоль берега. Все что было вдоль берега, все были... Весь километраж был с диким набором. А потом, когда я переезжал от океана к морю, к другому берегу, там был плоскач, это как раз 300-350 километров жести под солнцем. И ты их на стыке упасил. Да. Вообще супер. Стэш Эпик превратился в шойсер. Без проблем. Легким движением руки контрильник превращается почти в жесткий шойсер. То есть последние три сотни без набора и 1200 километров ты херачил... Ну то есть практически 18 километров... Ну весь его набор ты сделал за 1300 километров, правильно я понимаю? Да, где-то так. Ну то есть у меня по расчетам я помню, что было на каждые 60-70 километров я набирал тысячу. То есть первое время. Пиздец. Да, то есть каждый день штука. Иногда максимальный набор за день у меня был по-моему 1800 или 2 вот так. Это грунты? Не-не-не. Это... Там были и грунты, но в основном это асфальт все равно. Набор. Да. Где наборы там... Там ты не хотел грунты, да? Нет-нет. Там не было желания вообще куда-то выезжать. Меня вырубало после этих наборов. Я спал где попало. Это конечно... Лавочки. Где прилег там... Да, потому что жутко уставал. Да. Останавливался на обед и понимал, что я не могу больше ехать. Ложился спать... Все дно нафиг, да? Да, час-полтора спал. Вашу везду. Ну, оригинальный отобус остался, по-моему, там, да? Ты хоть отпустил? Пусок привез? Не-не-не. Ребята, там что произошло? Сижу безмятежника такой-то. На работе. Как безмятежника? Безмятежника сижу на работе и у меня начинаются допросы. Что делать со штырем? Все, финиш и так далее. Причем, по-моему, мне звонил какой-то знакомый твой. Да, я не мог до тебя дозвониться. Вот. Я попросил знакомого, у которого есть WhatsApp в отличие от тебя, чтобы он тебя набрал и спросил, какие варианты. А ситуация была в том, что... Свален Томпсоном. Да, вообще, вообще, как я сломал подсидел. Тебе интересно рассказать? Да, давай. Ну, ты приподнял подсидел, я правильно понимаю? Создался рычаг и ты его откусил ловко и бодро. Все было интересней. Короче, на большой скорости, когда спускаешься... Ну, то есть, наборы подразумевают, что после набора обязательно какие-то... Ты дубасишь вниз. Ты дубасишь вниз, да. И так как багажник консольный и на руле консольный, на большой скорости, там, в полтине, когда валишь, я чувствовал небольшую вибрацию. То есть, они начинали играть. И я подумал, блин, ну это же стрёмно, что он играет. И в какой-то момент еще случилась следующая история, что консольный багажник вышел из паза. То есть, я велосипед вот так вот оставил, поставил куда-то, зашел там что-то купить в магазин. А, значит, кофру. Да, кофр. И смотрю, он наклонился. Я посмотрел, что он вышел из паза. Я подумал, что если вот он вибрирует, и на скорости у меня кофр слетает, ну, как бы, мне хана. На полтиннике, то есть, куда я там улечу... А в смысле, ну, слетил кофр, улетел, все, чуть не проблема. Нет, нет, так он может перекоситься, а застежка вот здесь не даст ему упасть. Понимаешь? То есть, он перекосит велосипед, и я просто потеряю центр тяжести. А, и он мог прилечь на колесо, спицу. Да, и вместе со мной на полтиннике, да, я вот слетаю. И я решил сделать так. Сначала я взял... Ну, у меня были веревки. И я их притянул к подсиделу. Проехался, понял, что вибрации никуда не уходят. Тогда я сделал самое умное решение. Я их пристегнул, эти веревки, к седлу. Понимаешь? И увеличил рычаг. То есть, часть веса ушла на седло. На седло. На седло. Причем с отклонением таким. Да, с отклонением. И, естественно, в этот же вечер у меня седло это уходит назад. Я вообще не понимаю, что происходит. То есть, я еду, у меня седло такое хуйня. Хорошо, что это было на плоскоче. То есть, там не было никакой особо опасности куда-то улететь. Вот. И я понимаю, что у меня нет седла. Тут же... Ну, это такая длинная история. Тут же проезжает мимо Шойсера, говорит, у тебя все в порядке. Я говорю, ну вот, типа, седло сломал. Куда? Говорю, ехать. И он мне показывает направление. Говорит, 15 километров, давай пили туда. Я седло вставляю и как на детском... Подседельный штук. Нет. Да. Я кусок убираю и седло вставляю, как есть. И как на детском велосипеде с таким рулем, значит, валю 15 километров. Самое интересное, что этот велосипедист, который остановился, он поехал домой, переоделся и догнал меня на машине. И подвез к магазину. В магазине этого седла не оказалось. Штыря. Ой, штыря не оказалось, да, потому что... Ну, потому что в Испании не все дружат с Пешовскими 39 и Джаймским. Я уехал в тот же день на поезде в другой большой город и решил, что я на следующий день там найду этот штырь. А на следующий день там была сиеста, фиеста, хрен пойми. У них это постоянно происходит. То есть раз и все, никто не работает. Вообще никто не работает. Я сначала на пробежке пробежал все пять магазинов, они все закрыты. Но решил попытать удачу ехать. Там оказался Спешовский не сервис, а магазин большой. Думаю, ладно. Собрал велик, поперся туда тоже, там километров 10 надо было проехать. Приезжая туда закрыто. А я уже, получается, терял второй день. Соответственно, второй день я не еду. И тут же подъезжает еще один шоссер тоже на Спешей. Я такой, бля, почему закрыт магазин? Я говорю, ну вот такая фигня, закрыт магазин. Типа тоже я уже все объехал, ни один не работает. Короче, в итоге этот испанец сначала позвонил хозяину, выяснил, что хозяин никак не приедет вообще. Вот. Тогда он поехал домой и привез свой штырь мне и подарил его. Прикольно. Так решилась эта ситуация. То есть я ехал в принципе тоже с Спешовским штырем с МТБ. В продолжение, да? И как бы все закончилось благополучно. Времени я не так много потерял и отдохнул с этого. Вот такая история. Это довольно интересно. То есть фокусов произошло слишком много с этим штырем. Во-первых, это... Томсон? Томсон, да. Который был ушатан по очень веселой схеме, чтобы увеличить рычаг на него. Причем самое прикольное, что все охерели до полной бессознательности и не ушаталась при этом рама. То есть Спеш как бы в первом поколении был придуман все-таки седыми мужчинами серьезными, которые работали на инженерии. Но Спеша, кстати, заметил, да? У них хомут был двойной с двойной болтами. То есть он здесь в этом месте дает большую жесткость. То есть когда штырь начинает ломаться на самом деле, во многих рамах, вот случаев на сервисе было дофига, штырь обламывается внутри рамы и рвет еще раму. Потому что самое жесткое соединение вот здесь вот. Вот здесь хвост подстельного штыря довольно-таки жестко стоит. По элементарному курсу сопромата будет ломаться в том месте, где будет больше рычаг. На многих рамах с маленьким узким зажимом и большим хвостовиком выше этой трубы обламывают всю трубу вместе с рамой. Здесь этот пустовик довольно-таки жесткий, двойной хомут и срезал ровно по хомуту, если я так правильно понял по ходу. Ну да, чуть-чуть выше. Ну я понял где-то в районе, ну где-то между вот этим соединением. Томпсон закончился, но на это не рассчитывали инженеры Томпсона. Кстати, кстати, хочу сказать сразу про Томпсон, пока мы не ушли от темы. Как только я поставил подсидел Спешовский, началась раскачка. То есть до этого ее не было. То есть я понимал, что я еду, окей, но как только я поставил родной Спешовский и подсидел, при высоком каденсе меня начало качать. Ты сместил свой центр тяжести вперед и ты будешь начать раскачивать вилку и ты стал очевиднее. Просто когда посадка рассчитывается и когда центр тяжести находится там, где он должен быть, средств качаться будет гораздо меньше. То есть если сидишь правильно, все будет происходить логично и законно самое важное. А когда ты сидишь где-то с неправильными центрами тяжести, и это очень важно подобрать посадку, происходят вот эти все эти явления и когда люди пишут, что вот у меня Спеш Эпик качается там, либо он сидит неправильно, либо он педалирует неправильно. То есть люди, допустим, устают, когда человек уставший, он начинает вот так через силу дает и педали. Не плавно вращать? Когда человек через силу дает и педали, он в любом случае начинает качать. У меня, наверное, были оба варианта. Второй вариант у тебя тоже был. Естественно, когда ты устаешь, ты начинаешь его через силу продавливать и забываешь о круговом педалировании. Естественно, у Спеш Эпик начинает качаться, тут больше ничего не нужно, ни в что не сбертешь. Но! Эта раскачка не влияет практически на ходовые характеристики. По большому счету, раскачка происходит из-за того, что ты центр массы. Начаешь его просто вжимать постоянно вверх-вниз. Да, понятно, но это напрягает. Так невозможно ехать. Ты едешь вот как на... А, ну так ты не прыгай вот так, не проблема. То есть, ну ладно. Полторы тысячи километров веселых приключений. Сломался штырь. Что еще в велосипеде подводило? И что еще происходило? Потому что за полторы тысячи километров можно подвести что угодно. Я не верю, что здесь все было идеально. И эти полторы тысячи походные. То есть, ну, да, туризм, конечно, не суровый, не палаточный. Но, тем не менее, все-таки туризм, да. Когда не происходит каких-то мерсервисных интервалов, там, и обслуживаний, и таких вот, ну, вдумчивых, таких сервисных разборок. В таких походах пробег считается обычно один к двум, один к полутора. То есть, твой пробег равносилим, причем с твоим набором высоты, московскому пробегу 2,5 тысячи километров. То есть, ты сервисный интервал хватнул раза в полтора-два по всем компонентам. И сейчас мы его будем обслуживать и выяснять, что там произошло в амортизаторе, вилке, с колодками, с цепью и так далее. И вас ждет следующий выпуск с повествованием про обслуживание минераспеза. Что с ним произошло после пробега и что мы с ним сделали. Ну, с подробным обсуждением технической стороны вопроса. Ну, сейчас мы констатировали факт, что он, вроде, целый. Я даже не удивлюсь, если он полностью нормально, адекватно переключается. Даже знаю, что здесь нет вилки, поделик на руль. Первая. Вторая. Так. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. Магия, блять. Это просто магия. То есть, велосипед, в принципе, не собран. Велосипед, в принципе, находится в таком каком-то подбитом состоянии. То есть, на полторы тысяч километров. Переклюк работает. Но ты желался на переключение. Какие передачи не переключались и что за обстоятельства происходило. Но в час все переключалось. То есть, да, начиная с твоего первого вопроса, какие еще косяки были. Я ждал косяков с амортом. С которых не произошли. Причем, аморт все тут сухой. Абсолютно сухой аморт. То есть, он даже не припотел даже по штоку. Как будто на нем не катались. Да, то есть, то, откуда ждал проблем, проблемы эти не произошли. Первая же проблема на второй день у меня случилась, это у меня спустило переднее колесо. А, ну классический жанр. И так как мы собрали его на бескамерке, первое, что я подумал, блять, какого хрена. И камеру мы тебе не закинули. Не, я купил камеру, прям перед этим я купил камеру. Я такой, блять, какого хрена мы собрали это все на бескамерке. Первое, что я сделал, это просто качнул колесо. Смотрю, оно, в принципе, держит давление. Думаю, прикольно, попробую дальше поехать. Проехал еще там километров, метров 100-200. Колесо опять спустилось, спустило, и я поставил камеру. Я не мог понять, почему оно спустило, потому что до этого я проехал в первый день всего лишь 30 километров, ну там, притирочных. И когда я менял второй раз, ой, когда я менял камеру, когда второй раз у меня спустило, я знаю, что обнаружил. Это вообще косяк. То, что в колпачке был камушек. Я не знаю, то ли этот камушек попал, когда я вот именно уже камеру устанавливал, я как-то его положил. То ли все-таки я перед выездом на второй день все проверил, накачал еще чуть сильнее колеса, и, возможно, я попал камушек, и из-за этого утром у меня спустило оно. Потому что задняя камера на бескамерке у меня проехала, в принципе, 1000-1100 километров, никаких проблем не было, да. И это было жутко обломно, потому что я потратил два с половиной часа, пока я пытался разобраться. Мне, я грешу на ниппель, что ниппель попускает в основание, вот, пока я бы с этим всем разбирался, потом опять поехал, потом опять меня спустило это колесо. Я пошел, там рядом была заправка мыть, ну, то есть я два с половиной часа мудился, а все оказывается из-за того, что просто тупо камушек попал в колпачок. Ну, кстати, ниппель пресс закручивается в курсе, да? Нет, так там же у нас другой ниппель был, автомобильный. Там были автомобильные? Да. А, там же были хитрые бескамерные автомобильные ниппель, а специально для этого байка. Там вот такой микро камушек попал. В самом колпачке, который нажмал на клапан фредера, и он спускал просто с 55, блин. Ты прикинь? Засада подстала. И это вот утро второго дня, и я думаю, блядь, если мы облажались на бескамерке, да, зачем? То есть сейчас у меня начнется и задний амортизатор, и передний, и все наши решения, которые спорные. Думаю, сейчас у меня вся поездка будет вот такая просто. Ну, на самом деле, видишь, задняя камера великолепно проехала. Блин, это вообще браво. И я, то есть, проехал тысячу-тысячу двести, и я менял, когда на вот эту резину, то есть ни разу не спустил. Ну, такое решение. Кстати, ты мог пару раз проколоть заднее колесо, в принципе, то есть просто об этом мог не знать. Ну, я бы по давлению это узнал скорее. На самом деле, герметик заполняет, то есть маленький прокол, шипчик, герметик, там давление не потеряется, он сразу все раз заклеил. То есть там спустит, может быть, миллилитров десять в воздухе. Ну, это не поймешь. Слушай, но я видел, как пробиваются без камерки, там обычно облако, облако. Если большой пробой, да, он начинает фонтанировать, герметик брызгает, а маленький прокол. Потом смотришь просто, на колесе видно такие белые капельки. Ясно, что там прошел прокол, но ты даже не слышишь, но не было фонтана, ничего, просто белая капелька тоненькая, и все. И смотришь, там объект тоненький торчит, и все. Такая тема бывает. То есть ты мог, в принципе, не замечать тысячу километров без камерки. Без камерки для туризма прикольные. Идея, то есть выехать в поход без камерных колесах, это залог того, что ты можешь есть поход, проехать и не париться. Ну, ты просто за паску уйдешь и в штатном режиме, ну, все. Ладно, а что с переключением? Так, что с переключением? Ну, вначале, как только я все собрал и поехал, в принципе, было все нормально. Потом постепенно у меня перестали включаться, начиная с седьмой на восьмую. Вниз плохо начал сбрасывать? Да. Нет, сбрасывается хорошо, вверх поднимается. Ну. А вниз переключается плохо, да. Ну, в сторону натяжения, пружения, да. То есть на полосе. С седьмую на восьмую. То есть он переключался не с первого раза, то есть приходилось немножко дорабатывать, ловить момент. А с восьмую. То есть с девятой на восьмую приходилось. То есть если на восемь-седьмой на восьмую переключается, можно было листнуть на девятую и потом сразу на восьмую вернуть. Ну, вот какие-то шаманства, да, такие начинались. Вот. И это, в принципе, длилось долго. А так как я, в принципе, ну, я не умею настраивать ни хрена, ничего. Тут дело даже может быть не на стройке, если что-то с переключением происходит, есть несколько вариантов. Первый – это согнутый петух, то есть могла какая-нибудь там быть деформация, он слегка там искривился на миллиметр. И это уже могло повлиять на четкость прям работы, да. Второй вариант – это загрязнилось. Походит, это вполне реально. То есть если ты выехал, сначала все было на штате, то и потом что-то начинает происходить нештатное, это проблема новичков, все сразу начинают ездить в настройку. Если что-то из штата ситуация изменилось, то дело не в том, что настройка как-то сбилась. Потому что что настройка? Настройка – трос прикрученный, все, он уже не мог растянуться. Скорее всего, происходит механическое повреждение либо загрязнение. Все, банально. То есть там могла попасть просто банальная грязь, полиэлоран там или что-то, ну что, не мешало, но там очень быстро скидывает вниз, и все. Ладно, и что произошло-то с переключателем? А, ну, с переключателем интересная ситуация. То есть я вот так вот ехал, шаманил, пытался там сам что-то настраивать. В принципе… А, нет, изначально я вообще ничего не пытался настраивать. Я нашел первый сервис в крупном городе, и там был спешовский большой магазин, красивый. Европейский сервис, настоящий. Да, европейский сервис, да. Я приехал туда, говорю, ребята, у меня вот плохо переключается, можете настроить. Он берет, поднимает заднее колесо, прокручивает, говорит, у тебя все шикарно. Я говорю, да, я понимаю, что у тебя сейчас ничего не показывает, но я еду уже до хера километров, и у меня там проблемы с переключением, можешь настроить? Он говорит, нет, я не могу настроить, у тебя все нормально. Я говорю, блин, ну что за мудак вообще? Как так? Тебе не виллайн где-то, в целом, прокатится, протестирует, а там просто на стоечке все, good. Да, я готов был им там денег заплатить, но лишь бы вот решить эту проблему, да, так как сам не могу. В итоге еще через два дня я в какой-то там маленьком-маленьком городишке заехал там в маленький сервис, говорю, блин, у меня проблемы с переключением. Парень сделал то же самое, он пролистал передачи, говорит, у тебя все отлично. Я говорю, не, не, отлично, у меня них не работает. Он проехался, что-то, да, он проехался, головой покрутил, потом, я так понимаю, что он сделал, он раскрутил винты, то ли наоборот их закрутил, ну то есть сбросил, как мне показалось, те настройки, которые были, и настроил все заново. И, в принципе, после этого у меня вообще никаких проблем не было. На том счету он сделал просто коррекцию немножечко, он трос приотпустил. Ну, наверное, да. Винт авчу тоже расслабил, то есть, ну, чуть-чуть поправил настроить переключение. Но самое важное, что он все-таки до Петра на ходу проветрил. Ну да, ему просто был нелом, я так понимаю. Вот этим надо заморачиваться, да. И он даже с меня денег не взял, я, блин, хотел его заплатить там, но никак. То есть, в Европе есть велолайнский сервис. Все пацаны, да. Да, нормальные такие как будто велолайнеры работают, то есть, ну, мы тоже так часто делаем, то есть, если приезжая с какой-то маленькой проблемой, то есть, вот что-то там где-то это. Я могу проверить велосипед, там, если манипуляции, в принципе, в принципе манипуляций не было никаких там. По большому счету просто проверил подставку человека, что как, и с миром катайтесь ребят. То есть, это не должно стоить каких-то денег, и не надо делать тому виду, что вот, там, и настраивалось, вас там тысяча рублей, ну, так право. Многие сервисы московские делают, там, врубают такие темы вообще. Отдельно просто можно и корр рассказывать про какие московские, да прав многие сервисы там просто. Хоть прям вот приезжай и снимай все эти приколюхи на людей, разводят табак. Вот. Самые распространенные, вот, что сейчас вспомню. Самые распространенные комментарии, и в ютубе я все комментарии читал. И люди, которые мне писали, говорят, нахрена в такой поездке двухподвес? Да, да, надо взять стальной этот. Да, да, да. И я всю дорогу ехал и думал, нахрена мне здесь двухподвес? На самом деле, конечно, те моменты, вот, в которые я больше всего был благодарен тому, что у меня двухподвес в этот момент. Во-первых, из-за того, что много набора, я уже говорил, много спусков. И когда ты, ну, я вроде бы на легке ехал, но все-таки багаж у меня присутствовал. Велосипед все-таки потяжелее, чем ты едешь на легке. И когда ты летишь с горы, там, 40-50 км в час было вообще норма. У меня спусков, потому что невозможно, то есть, если ты едешь медленно, получается, ты сильно зажимаешь тормоза, и этот спуск у тебя длится, там, не 30-40 минут, а больше часа. Вот, соответственно, когда ты летишь на 50 км в час, и тебе попадается ямка... Тут подвеска работает. Тут ты понимаешь, что, блин, слава богу, что у меня двухподвес, потому что я же ездил на Хартейле, да, с груженым, и когда у тебя на какой-то кочке, а ты там, ну, конечно, на Хартейле мой полтинник не валили, ну, ты даже, там, 30-40 едешь, и у тебя подкидывают жопу, и хрен знает, что там будет происходить. Ну, да, можно приуныть, так сказать, как в Кюре. Да, можно так приуныть. Вот, а на двухподвесе все кочки идеально отрабатывались, управление не терялось, и чувствовал я себя совершенно комфортно. И даже в городе я ловил себя на мысли, когда приезжаешь после 100 км в день, который ты проехал с набором 2000, да, и ты заезжаешь в город, и я тоже ловил себя на мысль, что я кайфовал от того, что у меня двухподвес, и все работает так мягко, потому что ты настолько устал, что вот это вот запрыгивание, спрыгивание с бордюром, вообще ничего не хочется, ты просто тупо на автопилоте. И ты сам тебя, знаешь, анализируешь, что эти 100 км, ты, в принципе, этой же самой фигнёй не занимался, постоянно приставали. А знаешь, ты дубасил бы 100 км, я, пусть, я, конечно, фигачек, ты же сидел, блин, а понимаешь, ты всё это на ногах, вот так, три-полчаса у тебя трепыхает на картель, на скорость, ну и полчаса больше, час ты трепыхаешь всё вниз на картель, блин, и всё, ну нахер просто так идут, блин. Да, и когда, конечно, асфальтовых участков у меня было много, и могу сказать, что двухподвес меня полностью устроил на асфальте, потому что это реальный кайф, то есть ты едешь не на жёсткой там машине, да, которая тебе всё отдаёт, и тебе приходится постоянно напрягаться и контролировать, а ты едешь на очень мягком, комфортном велосипеде, где ты просто вкручиваешь, и получаешь удовольствие. Получаешь, вот, на самом деле, от того, что это двухподвес, я получал удовольствие каждый день, и всё время я думал о том, что, блин, это кайф. Вот реально, я думал об этом. Нет, ну, просто мне люди не верят, мне сказали, что тортейл быстрее, надо обязательно 28-й туринг, багажники спереди, сзади, там, 30-40 груза, и как вообще этот человек едет в поход вообще, то есть ты начал людям шаблоны рвать, ты знаешь, что тебе комментарий был, я-то читал, да, что какой он поход едет, на чём, на карбоновый подвесе, он сумасшедший, что ли вообще, полторы тысячи проехал, он сумасшедший, да. Да, слушай, а когда я поставил вот эту резину, вообще так валить начал. Просто шоссер, да? Ну, конечно, не шоссер, но валить начал отлично, и при этом остался вот этот контроль, конечно, пожёстче сразу. И комфорт остался. Да, комфорт остался. То, что он двухподвес, это вообще супер. Я даже подумал, что попробовать что-нибудь ещё на более тонкой резине собрать, и всё равно вот, ну, то есть, если я поеду путешествовать, то, не знаю, это наиболее для меня сейчас приемлемый вариант, комфортный, кайфовый, это всё равно двухподвес. Сейчас я открою секрет. Ладно, херня, что мы ставили в 26-е 27-е колёса, мы в 26-е ставили 28-е колёса на шоссерной резине. То есть, шоссейные колёса на дисковых втулках пролазят в эту раму. Ну, чтобы было понимаемость больших шоссейных колёс, то есть, такое вот извращение можно собрать, ну ладно. По поводу широкой резины, я тоже думал об этом, там, широкой или узкой, там. Ну, в общем, когда ты едешь месяц, у тебя есть время подумать обо всём. И я представлял себе следующее путешествие. Конечно, я мечтал о нём и рассматривал разные варианты. Я бы хотел поставить на этот велосипед, там, больше колёса и ещё тоньше резину, но только в случае, если я еду вообще налегке. Потому что всё-таки, когда ты гружёный, валишь с горы, с какой-нибудь, то вот тоненькие колёса, ну, не выглядят лично для меня безопасными. Не, может просто чисто асфальтовый маршрут, у меня ездил один знакомый, он положил в задние два кармана специально велоформу кредитную карточку, другой мобильный телефон, и до свидания, и всё, и велосипед с собой. Больше у него ничего не было. Слушай, ну, по факту и у меня ничего не было. То есть, у меня даже не было штанов длинных. То есть, у меня были только шорты и всё. Ну ладно, напребеняйся, я везу, чтобы ты нагрузил там вообще. Не, ну всё равно, там было всё по минимуму. Вот я ехал и думал, как ещё можно облегчить. Наверное, никак. Вообще ничего не брать. Просто радикальные способы. Не брать ни хера. От слова совсем. Я и так не взял ни хера. Не, вообще ничего. Просто карта и телефон в карман. И в велоформе. Почти так самолёт заходишь в слем ещё не дошло. Я боюсь летать в слеме. Так не бывает. Надо же переодеться. Вечером отдохнуть. Это месяц. Это не когда-то на неделю. Он неделю дубасил, да. На неделю я согласен. Да, можно взять с собой курточку. То есть он недельный маршрут зашигачил и всё. И всё. Вообще ничего не брал. Тупо. Вот. Что ещё хотел сказать? А, ну, машиносопровождение дальше только. Чтобы облегчиться совсем, это нужно машиносопровождение. Анна, а ты вот эту затею планируешь повторить ещё раз? Испанскую? Хочу, да. Но немного другой маршрут. Есть ещё маршрут из Португалии. Откуда, собственно? Портвишок. Да, Портвишок. То есть из Португалии в Испанию. Мне на самом деле очень понравилось ехать вдоль побережья. Это потрясающе красиво, во-первых. Во-вторых, не жарко. Потому что когда я выехал на Плоскач, мне было просто... Ты предпредустил. Это кошмар был. Да, это был ужас. То есть тебе не жарко. Потрясающие пейзажи. И мне нравятся горки. То есть всё-таки то, что там были вот эти 18 тысяч набора, я могу сказать, что, наверное, в большей степени я получил от этого удовольствие. Потому что как только я выехал на Плоскач, да, я начал ехать быстрее, но стало жутко скучно. То есть ничего не меняется. То есть ты просто валишь там эти 100-140 километров, и как бы прямая, и ты вваливаешь. Когда был рельеф, во-первых, пейзаж постоянно меняется. Во-вторых, где есть... Иногда очень быстро меняется. Иногда очень быстро меняется, да. Ну, мне больше нравятся горки. Вот есть португальский маршрут, то есть из Португалии в Испанию. Примерно такие же наборы, примерно такую же дистанцию можно взять. И вот я сейчас думаю о них. Прикольно. Кстати, как вариант, я тут Вову все уговариваю на этот шаг, но он никак не может решиться. Как вариант, если есть желание, то можно поехать с небольшой группой до четырех человек. И если хотите, пишите. В комментарии, вписывайтесь. Да, мы посмотрим на то, сколько... Ну, какие вопросы возникают у вас при этой мысли. Сколько желающих, и может быть, что-то придумаем, какую-то такую уже более интересную поездку. И, может быть, даже... Если есть желание присоединиться, да. Машину сопровождения. Присоединяйтесь. По поводу машины сопровождения тоже есть такие идеи. Можно проработать. Осталось только найти желающих по поводу велопутешествий. И... Да. Задавайте вопросы. Само главное. Вопросы вписывайтесь. Механика с собой взять, потому что вот я такой чайник, что не могу даже переклюк настроить. То есть нужен человек, который будет там... А давай мы тебя научим. У нас тут будет обучение механика. Слушай, я не хочу уметь все. Я хочу делать то, что мне нравится. А, ну ладно. Понимаешь? У всех свой хлеб, у всех свое увлечение. Вот вы занимаетесь этим? Занимайте. Я занимаюсь другим. И не буду на троге. Да, и не буду в этом лазить. Вот ты мне это все сделал, и я очень доволен. Вот. А вот чтобы я сам... Ну, то есть там была критика, на хрена тебе такой велосипед? Да я не знаю на хрена. Вова сказал, что тебе подойдет такой. Я сел на него, поехал, и у меня все было отлично. И я не хочу там вдаваться в детали. Зачем? Почему такое решение? Почему такое? Мне это не важно. Мне важно, что вот я проехал, и у меня ничего не случилось. И как бы... Кроме камень, в колфачке и сломанного штыря, блин. Да. Ну это мелочи. Ну как бы... Если бы вообще ничего не сломалось, то это было бы странно. Это было бы... Даже ничего не сломалось. Это реклама стервиса. Да-да-да. То есть на самом деле он никуда не ездил, да? Да-да-да. Потом из коробки снова вытащили, тут поизображали. Залепили все. Смазку вот так все. Блин. Ну это все-таки надо винтик, конечно, разбирать, проверять все, что здесь происходило с великом. Вот, чистый все. И да. Вас ждет следующие выпуски про этот велосипед, про поездку, про... Да про все. Не забудьте подписаться на наш канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я вам отвечать на них не буду, вам будет отвечать на них Слава. Все. До скорых встреч!